Каждому после тяжелого рабочего трудового дня нравится постоять под теплым душем. Но жильцы дома по адресу железнодорожная 11 могут принять не только горячую ванну, но и парную прямо у себя в подвале. Уже пять дней подряд под квартиры первых этажей третьего и четвертого подъездов поступает кипяток. Но затопленные подвальные помещения — это полбеды. Из-за высокой влажности и температуры все вокруг покрывает конденсат. В нем не только стены, потолок и трубы, но и вся электропроводка и электрощит. Сначала у нас был ливень 16-го числа, ливневая вода сюда зашла. Потом около 9-го дома по железнодорожной была проблема с канализацией, вода поступила сюда же, то есть все это пахло. А после уже произошла авария, которая сейчас на 12 сентября 83, по-моему, где Сбербанк. Но это не все злоключения, что произошли с этим домом. В марте лопнула труба ХВС, прожжавев с обеих сторон. Протечку устранили, а вот заменить не смогли. Водоканал сослался на сломанный вентиль, который перекрывает напор к дому. Первые числа июня тоже были неспокойны. Два прорыва со стороны улицы Малосаратовская, результаты которых оказались у жильцов железнодорожной под полами. О сухом подвале люди мечтают уже давно. В этом году у 11-го дома по железнодорожной юбилей 50 лет. Мучениям с потопами 25. Уже не хватает пенсии, чтобы ремонты делать. Постоянно нас заливают горячей водой подвалы. И постоянно отклеиваются обои. Полы начинают скрипеть. Все это ремонта требует. Ольга Кочеткова проживает в четвертом подъезде на первом этаже. И как это ни парадоксально, спасается от жары, сидя на лавочке под солнышком. Так, в квартире температура намного выше, чем на улице. Жар из подвала подогревает полы квартир первых этажей сквозь бетонные перекрытия. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Вот проблема в виде отставших обоев. Люди спасаются от плесени. То есть все это залито хлоркой. Отскабливают. Постоянные ремонты. Люди не могут жить постоянно с плесенью. То есть они с ней как-то борются. Совет дома обращался сначала в ГЖИ, в котором, получив пояснение управляющей компании, прислали официальный ответ. Подвал сухой. Затем в Центр управления городом, сотрудники которого, обследовав подвальные помещения, постановили подвал осушить, свищ на системе ХВС устранить. Управляющая компания «Домофонд» сразу после жалоб от жильцов отправляла официальные запросы по всем инстанциям. Дом управляюсь с 1 октября прошлого года. Эта ситуация порядка уже 20 лет идет. То есть идут коммуникации, как вот я общался с теплосервисом, то есть коммуникации с теплосервисом по желобам топит наш подвал. Я общался, они сваливают на водоканал. Мы что водоканалу, вот письма, что теплосервис, профессиональные письма, заказные причем. С уведомлениями направляли. Ответ никакого. С 28 июня ситуация начала меняться к лучшему. После обращения к депутату округа на место прибыли рембригады городского водоканала и городского теплосервиса. На данный момент происходит откачка воды из колодцев. Со вчерашнего дня, с трех часов вечера, началась эта откачка. По информации от теплосервиса, именно те службы, которые сейчас работают, данная откачка будет происходить до того момента, пока не найдут прорыв. Сегодня задача откачать, закончить откачку, для того, чтобы подвал просох. Ликвидировать, так сказать, последствия. А в причине мы будем разбираться с комиссионом. Эта комиссия пройдет на этой неделе, скорее всего, это будет пятница. То есть мы совместно с коммунальными службами, это водоканал будет приглашен, это будут тепловики приглашены. Пригласим специалистов с ГСЖИ и, соответственно, с управляющей компанией. Надо, если уже встретимся, определимся и выявим, какая все-таки причина подтопления и что же мы с ними будем делать. После откачки воды управляющая компания собирается провести работы по установке гидроизоляции, чтобы впоследствии при любой аварии, либо после дождя, вода не поступала под дом, а выходила из люка на улицу. Александр Злобин, Алексей Юферев, Бахтиар Салтанов, Репортер 73.